Здравствуйте! Сегодня 24 апреля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру Вчерашний день оказался для евро явно неудачным. Сообщение о том, что президент Франции Николай Саркази проигрывает выборы социалисту Франсуа Холланду, хотя и с небольшим разрывом, резко усилили нервозность среди инвесторов. Тот факт, что к власти может прийти кандидат, выступающий против мер бюджетной экономии, который может ослабить единство экономической политики двух крупнейших государств еврозоны Франции и Германии, спровоцировал массовые продажи единой валюты против доллара США. Однако тот негативный фактор оказался в этот день не единственным для европейской валюты. Волнения рынка усилились еще более после сообщения из Нидерландов о правительственном кризисе на фоне неутвержденного бюджета и отставке премьер-министра Марка Рютте. Эти события обвалили единую валюту окончательно. Курс пары, открывший недельную торговлю нисходящим гэпом, стремительно пошел вниз. Публикация индексов деловой активности в промышленной сфере и секторе услуг еврозоны, зарегистрировавшая падение индексов до пятимесячных минимумов, также ничего не сумела противопоставить сильнейшему давлению продавцов. Пройдя на снижение от уровня закрытия пятницы 113 пунктов, пара зафиксировала дневной минимум на отметке 1.3104. На американской сессии закрытие агрессивных продаж единой валюты и фиксация прибыли несколько сгладили ситуацию и позволили паре откорректировать часть падения. В нашем прогнозе на вторник предполагаем завершение коррекции и возобновление снижения пары к ценовым уровням 1.3124, 1.3095 и 1.3055. Если на утренних торгах валюте удастся преодолеть уровень дневного разворота 1.3157, подъем курса единой европейской валюты в коррекции может краткосрочно продолжиться до уровня 1.3180, а затем вновь возобновить снижение к установленным целям. Британская валюта весь вчерашний день провела в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.6133-1.6077. Восходящий импульс по фунту несколько ослаб, тем не менее пара продолжает держаться вблизи достигнутых максимумов. Откаты пары сопровождаются новыми покупками, но в целом характер торгов достаточно вялый. В связи с отсутствием статистики из Великобритании динамика пары в течение дня определялась пестимистическими настроениями участников рынка, связанными с еврозоной. Впрочем, инвесторы понимают, что Великобритания находится сейчас в гораздо более выгодном положении, чем еврозона, которые грозят сильные риски экономического и политического характера. Настрой рынка по отношению к британской валюте по-прежнему остается позитивным, а закрытие дневных торгов на уровне их открытия вновь поддержало оптимизм среди участников торговли. В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем кратковременный подъем пары к ценовому уровню 1,6140, а затем разворот пары на снижение. Если валюте удастся сходу преодолеть уровень дневного разворота 1,6113, снижение продолжится к целевым уровням 1,6080, 1,6063 и 1,60. Далее вновь ожидаем возобновления подъема. В экономическом календаре вторника Австралия опубликует индекс потребительских цен за первый квартал текущего года. Швейцария представит итоговые показатели баланса внешней торговли за март, включая объемы экспорта и импорта. Великобритания отчитается по чистому объему заемных средств для финансирования государственного сектора. В еврозоне выйдут данные по изменению объема промышленных заказов в феврале месяце. Канада опубликует данные по изменению месячного объема розничных продаж, а в американской статистике центральное место займут публикации объема продаж жилья на первичном рынке недвижимости и индекса потребительской уверенности за апрель месяц. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.